Всем привет. Это лиса Альфа. Это лиса Василиса. Они общаются. Они хотели рассказать вам. Для Альфа это прогулки. Для Василисы это последняя жизнь, потому что она все время находится в вольере. Вообще, вольер для лисы очень нужен и не столько для лисы, но и для человека. Я выношу Альфа. Они бегают и общаются. Я успеваю убрать комнату Альфа в доме. Я подумала, что лиса не так легко. Когда ты переносишь дом маленького милого лисенка, он такой маленький, милый, все время спит, потом кушает, потом играет. А однажды он превращается в такого своеобразного монстра. Да, это происходит обычно в 5 месяцев, в 4-5 месяцев. И в это время в интернете сразу появляются объявления, что у нас есть аллергия на лису. Друзья, я как человек, который в 6 лет живет с аллергией на линяющую лису. Это слышно на видео. Иногда я заложен нос, иногда я задыхаюсь. Вот. Ну, там насморк и все такое. Я вам хочу сказать, что с аллергией жить можно на животное. А вот с непослушной лисой жить очень сложно. Поэтому не ведитесь на милые видео. Лиса не такая простая существо. Да, 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 да. Да, да, да. Даже самая милая и пушистая, она вот такая кусака. Кусака, кусака. Давай я почешу тебе пузо. Кусакина. И справиться с ней не так-то уж легко. Так, у меня все разбежались. У нас сегодня будет трудный день. У Альфика очередной рентген. Он об этом знает, поэтому он такой не очень веселый парень. Альфи. Альфик, ну скажи всем уруру. Ну скажи уруру. Уруру. Уруру, Альф. Уруру. Скажи уруру по заказу не бывает. Зато вот вам земляничка. И мой линейший хвост. Пожелайте нам удачи. Я надеюсь, у нас будет вас чем порадовать. Но ничего не обещаю. Да, Альфа? Да. Альфа. Музыка. Альфа.